Всем привет! В эфире Альма Матер и с вами Таня и Илья. На улице холодно и мокро, но несмотря на это у нас весело и бодро. Поэтому мы готовы поделиться с вами самыми яркими моментами школьной и студенческой жизни, которые произошли за последние две недели. Ну что, поехали! В конкурсах красоты хотят участвовать не только взрослые, но и дети. Девчонки со всего Октябрьского района собрались на одной сцене, чтобы побороться за звание миледи. Кем вы видите себя в будущем и почему? Для себя я решила точно, что в будущем я выберу профессию, связанную с экономикой. Со стороны может показаться, что это собеседование в какую-нибудь крупную фирму. Однако нет, это интеллектуальный этап конкурса красоты и грации. Девчонки со всего Октябрьского района собрались на одной сцене, чтобы побороться за звание миледи БРСМ-2017. В принципе, я люблю такие мероприятия, где нужно проявлять себя, все такое. Но мне в принципе понравилось, я согласилась. Правда, было немного сложно подготовиться. Конечно, если бы не моя мама, я бы вообще ничего не сделала. Это уже не первый конкурс, где выбирают лучшую девушку Октябрьского района. И если в этот раз самую-самую выбирали из школьниц и учащихся, то в марте стало известно имя миледи БРСМ среди работающей молодежи. Данный проект был задуман на протяжении всего года. Первую половину или первый квартал, точнее весну текущего года, мы посвятили именно конкурсу красоты для работающей молодежи. А сентябрь или октябрь месяц тоже текущего года мы посвятили уже учащихся молодежи. Каждая конкурсантка не только красавица. Все они активно принимают участие в жизни школы, являются волонтерами. Возможно, благодаря общим интересам среди девушек совсем нет конкуренции. Все девушки прекрасны с собой. И мне кажется, жеребу очень трудно выбрать из такого большого количества красивых девушек самую лучшую. То есть каблуки друг к другу не подпиливаете? Нет. У нас сложились очень дружеские отношения. Мы все друг друга болеем, переживаем. Этапы конкурса «Как на мисс мира». Визитка, творческий номер, интеллектуальный конкурс. А на десерт – дефиле в национальных костюмах. И все же девушки – непрофессиональные модели, поэтому волнения не спрячешь. В этом случае на помощь приходит группа поддержки. Среди болельщиков – одноклассники, учителя и, конечно же, родители. Волнение больше у мамы. И, наверное, из-за победы больше мама радуется, чем сам победитель. Победительницей конкурса стала Ольга Благославская, ученица гимназии номер один. Всем участницам вручили цветы, памятные ленты и подарки. Поэтому на сцене каждая почувствовала себя настоящей миледи. Городскими квестами никого уже не удивишь. А вот о квест-комнатах мало кто знает. Команда «Альма-Матер» отправилась в одну из таких квест-комнат, где почувствовала себя настоящими спецагентами. А вот выбрались мы за час или нет, узнаем из следующего сюжета. Может быть, в Нью-Йорке час? А что нам это даст вообще? Почему мы это делаем? Это пароль! Квест-комнаты популярны уже несколько лет, а вот в нашу страну они пришли недавно. Испытания в квесте разные, но цель одна – найти выход из комнаты за определенное время. Где-то за полтора часа, но чаще всего за час. Когда заканчивается лето, наплыв народа начинает увеличиваться. Большинство квестов делятся на классические и хорроры. Первые больше на логику, знание и холодный расчет. А вот вторые выбирают любители пощекотать нервы. Особенность некоторых квестов актеры могут испугать в любую минуту. Кстати, такие комнаты настолько страшные, что посетители подписывают документ об ответственности за свое здоровье. Каждый человек в квесте получает то, что он хочет. Мне кажется, у каждого свои эмоции после квеста. Кому-то нравится, кому-то чего-то не хватает. Но каждый, никто из посетителей не уходит без своих эмоций. Дай мне. Не отсюда. Не отсюда. Значит, где-то должен быть замок. Не факт, что вы тут помните. Что отсюда? Ура! Мамке, что ли, позвоните? Сидей, Париж. У меня еще Нью-Йорк. А Нью-Йорк какой? Тройка, три тут описано. Это не от того три. Попробуй посвяти. Какое? Слоя. Не. Здесь нету страха, здесь надо только мозгами думать. Где бы найти загадку, как бы ее отгадать, какой ключ достать, куда всунуть, куда вставить, откуда взять. Было очень интересно, необычно. Как бы такой квест, это впервые, в котором я прохожу, это очень интересно. Альма-Матер раздает подарки! Сфотографируйся на фоне своего учебного заведения, поставь хэштег «Хочу в Альма-Матер» и развести свое фото в ВКонтакте или Инстаграм. Во-первых, лучшие публикации появятся в рубрике «Репост». А во-вторых, вас ждут призы от команды «Альма-Матер». Традиционный конкурс селфи с преподавателем прошел на факультете иностранных языков МГУ имени Кулешова. Так студенты решили поздравить своих педагогов с профессиональным праздником – Днем Учителя. Пофото видно, скучать никому не пришлось. Победителей выбрать было нелегко, однако ими стали студенты группы АФ-43. А вот званием самые активные преподаватели удостоены Сергей Петрович Зубрий и Олеся Валерьевна Довголь. 1 октября в нашем городе прошел масштабный марафон, в котором приняли участие и студенты. Своими фото в соцсетях поделились студенты Медицинского колледжа и МГУ имени Кулешова. Уверены, что ребята из других вузов тоже не остались в стороне. 46 воспитанников Могилевского областного кадетского училища принесли первую в своей жизни присягу. Новоиспеченные представители кадетского братства зачитали клятву, в которой каждый из них пообещал с достоинством нести звание кадета, строго выполнять устав училища, приказы командиров, хорошо учиться, быть честным с товарищами и верно служить Отечеству. Пока одни проводят осень за чашкой чая под теплым пледом, другие выбирают активный отдых. Волонтеры Бобруйского механико-технологического колледжа вышли на территорию молодежного парка, чтобы провести акцию. Молодежь выбирает здоровый образ жизни. Ребята убеждали прохожих задуматься о вреде алкоголя, раздавали тематические листовки. А вот такими вкусными фотографиями поделились студенты Университета продовольствия. Вечно голодная студенческая жизнь – это явно не про них. Необычным видеороликом поздравила своих сотрудников и учащихся Могилевская детская школа искусств номер 3 имени Солдатова. Альма-Матер присоединяется к поздравлениям с Днем Работника Культуры. КОНЕЦ Наши вопросы для рубрики «Контрольный вопрос» практически всегда ставят студентов и школьников в тупик. В этот раз вышло то же самое. Половину опрашиваемых, не задумываясь, отвечали неправильно. Смотрим. Скажите, пожалуйста, может быть, вы знаете, каким оружием Пушкин убил Дантеса? Без понятия. Школьные программы. Я не помню, это было очень давно. Какие вы знаете? Оружие. Может, помните Пушкин, Дантес? Ага, но Пушкин – это Дюма. Не уточнить. Да. Хорошо, спасибо. Левальдера нет. Пистолетом. Каким? Левальдера или как-то. Может быть. А помните, кто кого убил, как? В каких обстоятельствах произошла смерть? Дантес Душкин. Дуэль был. Ну, он как бы убил Дантеса из-за того, что ревновал свою жену к нему. О чем убил, я не помню. Это будет не очень точная история, но я помню, что был конфликт, и они один другого вызвали на дуэль и стрелялись, насколько я помню. Ружьем. 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 Ну, Пушкин убил Дантеса, я думаю, это все знают. Ну, ружьем? Нет, не ружьем. Как оно по-другому называется? Пистолет, но как-то по-другому называется. А кто кого убил? А, революер. Главное здесь, главный вопрос – кто кого убил? Дантес. Ах, а кто кого убил? Что девочку развели так? Ну, это была дуэль смертельная, и получилось так, что Дантес ранил Пушкина, а тот скончался, ну, пистолетом. Пушкин, наверное, уже убил? Вот, молодец. А кто кого убил? Дантес Пушкина. За что? Дантес Пушкина ранил. Смертельно. Но они и были с девушкой. Дуэль. Пушкин и Дантесов. Так. Все, я больше не помню. И с чем закончилось? Я не знаю. Ну, это же все знают. Пушкина убили. Ранили. Убили. Убили. Знаю, что его убили. Кого? Дантеса или Пушкина? Пушкина. А кто убил? Я не помню. А как убили? Из ружья. Ну, да, Пушкин умер. Поэтому Пушкин никого и не убил. Он умер в дуэли, его с револьвера убили. Пушкина, да. Из Пушкина знаете? Конечно, из писателя. А вот, может быть, вы помните, каким оружием Пушкин убил Дантеса? Пистолетом. Так, а что там за история вообще происходит? Он переевновал свою жену и вызвал его на дуэт. Скажу, что Дантес убил Пушкина. Точнее, не убил, а тяжело ранен. И Пушкин вроде еще в своих предсмертных этих издыханиях около суток, где-то, а может даже более суток, может даже неделю дома умирал. Примерно как-то так. Многие парни любят играть в PlayStation. Нет, знаешь, я люблю только одну игру. Это Just Dance. О, кстати, эта новая игрушка стала новым суперувлечением молодежи. Наташа была в восторге. Смотрим. Конечно, можно. Just Dance или Давайте танцевать. В последнее время сложно найти человека, который не слышал об этой популярной игре. А все из-за предельно простых правил. Нужно просто повторять танец за персонажем на экране и получать очки. Чем точнее вы повторяете движение, тем больше очков получаете. Мы сидели с другом, играли, смотрели, смотрели фильмы разные. И думаем, в чем заняться. Очень скучно. И такая идея пришла, говорится, играть в Just Dance. И до пяти мы играли, 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 не могли остановиться. А потом Женя и его друг принесли эту игру в массы. Самое главное, здесь нет ограничений по возрасту. Участники признаются. Привозит, например, бабушка внука, А потом сама вливается в танец. И уже тяжело предположить, кто кого будет тащить домой. А сегодня мы познакомились с самыми юными, но очень самостоятельными и харизматичными танцорами. Нам так нравится танцевать, что когда мы слышим музыку, мы подходим и танцуем. Мы гуляли и думали, что ты там делаешь. Вот небо сперва устроило тут двор игр. Мы совсем случайно это обнаружили, но в самолит все время. А сегодня рассчитываете на победу? Да. Я желаю вам удачи. Спасибо. На четвертом турнире нового сезона, который был анонсирован как битва, мы встретили даже профессиональных танцоров. Например, Женя с детства занимается хореографией и уже не в первый раз участвует в Just Dance. У ее копилки есть даже несколько побед. Тут не самое главное участие в конкурсах или победа. Главное, наверное, эмоции и то, что здесь происходит. Можно посмеяться, как всегда. Я желаю вам сегодня победы. Спасибо. Спасибо большое. В общем, если хотите хорошо провести время, приходите, коротайте его и просто развлекайтесь с другими людьми, знакомьтесь, встречайтесь. В скором времени начались настоящие соревнования, и команда Alma Mater не осталась в стороне. Это только в песне поется, что нормальные герои идут в обход. Мы же решили сразу взять БК за рога и вызвать на баттл организатора конкурса. Всем студентам, школьникам, могилевчанам, просто все в тайм-кафе небо. На почату, на соревнования, просто все сюда высвободить. Все плохие эмоции за неделю отдохнуть и даже скинуть несколько лишних килограммов. В конце концов, битва превратилась в дружеский вечер, где каждый вынес для себя не только новое танцевальное па, но и заряд позитивных эмоций, которые так необходимы холодными осенними вечерами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...